И сегодня тема, которую мы поднимаем, ребята, это спортивное питание. Какое спортивное питание по-настоящему работает? Сейчас мы с вами пройдемся по всем группам спортивного питания, которые мы можем найти у нас в Чехии в спортивных магазинах. Также затронем те, которые популярны, может быть, в разных других странах. И я поделюсь с вами опытом, ребята, работы с тысячами людей по всей планете, наблюдая за прогрессом или отсутствием такового, что у наших фитнес-энтузиастов, мой опыт, для тех, кто не знает, складывается из работы с натуральными атлетами, с людьми, которые занимаются фитнесом, спортом, как часть их жизни. И при этом работа основная не, скажем, ориентирована на фитнес-мир. Также мой опыт работы с профессиональными атлетами мы сейчас затронем, чья работа и жизнь вращается и сфокусирована только на спорте. Потому что две разные абсолютно карты людей, и часто грань между ними стирается, и люди начинают не совсем правильно, корректно брать, скажем, ориентир. Если ты бухгалтер и берешь совет от профессионального бодибилдера, это не совсем правильно. И я для вас разложу, ребята, сейчас на пять групп спортивные добавки питания, витамины и БАДы, которые могут вам помочь ускоренно достигнуть ваших целей, и которые могут вам помешать, и которые, грубо говоря, толком ничего не доказано, как они работают, но они занимают кучу денег и лишают вас уверенности в том, что без них вы не можете. И это тоже, ну, вы понимаете, своего рода якорь. Поэтому прошу вас, ребята, пальцем наверх подержать. Весь прямой эфир мы будем с вами работать вживую, как всегда, отвечая на ваши вопросы после основной темы. И сейчас, значит, первая группа. Ребята, первая группа. Смотрите, у нас с вами, ребята, давайте так, разложим на две цели этот, скажем, видеоматериал. То есть у вас есть две цели – набор мышечной массы и похудение. Я подразумеваю, что даже если вы худеете, вы хотите быть в хорошей форме. Вы не хотите худеть, как на Оземпике, например, когда у вас уходит масса мышечная, развивается саркопения, вы весите номинально меньше, но мышечная масса, жировая масса и плотность кости уменьшается. Вы номинально еще раз весите меньше, но по делу получается так, что вы как бы весите за счет атрофии меньше. Да, жира меньше, мышечной массы тоже меньше. Если мы говорим с вами о похудении, мы говорим с вами о добавках, которые помогут тебе эффективнее сбрасывать жир, находясь в калорийном дефиците, вот это я тоже подразумеваю, что у вас есть калорийный дефицит, адекватно выстроенный, то есть на 23 вы умножаете свой вес, примерно соблюдая пропорцию БЖУ, разделенную, где у вас 10-15% на углеводы, а второе – жиры и белки. То есть у вас мясо, рыба, овощи, орехи, семена, сыры, просто объясняя продукты, да, мясо и салат. И вы едите количество калорий, еще раз, ваш вес умноженный на 23, без лишних углеводов. Желательно, используя мои рекомендации относительно времени еды. У меня есть много отдельных роликов, где я рекомендую пропустить завтрак, где я рекомендую вам сделать концентрацию на обеде и ужине, и стараться тренироваться на пустой желудок. Это мощно для гормонов работает, и это очень хорошо для суммарно стимуляции СТГ, самотропного гормона роста человека. Если речь идет о вот таком сбросе, да, то есть у вас калорийный дефицит, управляемый, у вас к этому 10 тысяч шагов, у вас регулярно тренировки, вы делаете регулярно зону 2 кардио на пустой желудок, где уровень, скорость дорожки 5, угол 5 и 60-90 минут. Какие добавки к этому подойдут? Сейчас с вами разъяснимся и разберемся, что поможет. И у нас есть другая сторона медали, когда речь идет о наборе. Не путать набор грязный, когда естся все подряд, когда вы набираете массу на весах. Вот, понимаете, у вас есть грязный сброс, мы его назовем, да, на зэмпике, грубо говоря. Грязный сброс, где у тебя уходит, как я только что объяснил, да, за счет 40 пеней уходит и мышцы, и жир, и плотность кости. Ну, суммарно качество твоего тела становится хуже. Да, ты весишь меньше, но какой ценой? Вот точно так же у вас есть с другой стороны медали грязный сброс. Это мы не хотим видеть. И набор точно такой же грязный. Когда у тебя увеличивается цифра на весах, потому что она является твоей целью, да, увеличивается масса на весах, но не за счет мышечной массы. За счет того, что ты весишь больше, тебе кажется, что набирается, может быть, даже сила увеличивается, но понимаете, какая штука? Весить больше на весах, это не значит иметь больше мышц, логично же, да? То есть ты жиреешь, и когда вы берете пример не совсем правильного калорийного избытка, а я прошу калорийный избыток, в этом случае на 31 умножить свой вес, и точно таких же БЖУ пропорций придерживаться, чтобы вы не заплывали с салом. То есть 500 калорий профицита в день более чем достаточно. Вы и так будете заплывать немножечко жиром, но это будет управляемый набор. Это не будет ешь все подряд, и ты набрасываешь жировой массой за 30 дней плюс 10 килограмм. Из них 300-400 грамм мышечной массы и 9700, понимаете, 9,7 килограмма салой жира. И дальше тебе что? Приходится сушиться. То есть большая часть мышечной массы, которая была набрана за этот супергрязный набор, она естественно растворяется. Неправильно. Когда мы говорим о корректном избытке, плюс 500 калорий. Когда мы говорим о корректном дефиците, минус 500-750 калорий. Медленный сброс с сохранением мышечной массы, какие добавки помогут? Медленный набор, еще более медленный. То есть если мы говорим о сбросе, то это месяцы качественного сброса. Мы не гонимся никуда за скоростью. Катаболизм нам не нужен. Не нужно разрушать мышцы. А когда сброс, когда идет речь о наборе, речь о наборе идет еще на более длительные сроки. Месяцы и месяцы качественного избытка, чтобы вы не заплывали салом и жиром. Понимаете, какая штука? Месяцы и месяцы, ребята. Это важно. Мышцы строятся супер медленно. Жир уходит относительно медленнее, но намного быстрее жир уходит, чем строятся ваши мышцы. Мышцы строятся годами. Понимаете? Как пирамиды. Но они остаются с вами навсегда. Мышечная масса, которую вы заработаете тренировками с отягощениями, будут с вами на всю жизнь. И мышечная масса, которую вы зарабатываете натурально, без использования гормонозаместительной терапии, продлит качество, повысит качество вашей жизни, лишит вас болезней, рисков, еще раз, саркопении, атрофии и прочих других, которые вам могут послужить ранней причиной смерти. Упал человек, сломал шейку бедра, в ближайший год шанс откинуть копыта, простите, 50%. Упал человек, который тренируется и приседал последние 20 лет со штангой, встал и поднялся, потому что у него мощный мышечный костяк, потому что у него развитые ягодицы, квадрицепсы, бицепсы. У человека крепкие кости, кости, остеок, бластами, клетками, которые укрепляют, особенно после 50, должны полниться в ответ на силовой тренинг. Это важно, ребята, потому что вы по большей части пытаетесь купить добавки, которые вам помогут достигнуть поставленных целей, не имея базы. Вот это база. Я очень вас прошу, пожалуйста, посмотрите мой ролик, называется Алексей Ворон, как быстро вылечить инсулиновую резистентность. У вас нет базы, и вы пытаетесь достигнуть результатов, не понимая, беря пример с того, какую рутину по накачке своих мышц использует Фил Хит или Дориан Йейтс, что для вас абсолютно глупость и дурость. Это абсолютно не нужно. И точно так же, как вам не нужно сушиться, основываясь на методиках, которыми с вами делится Руни Колман или Кай Грин, это бессмысленно. Вы используете свои гормоны для строительства своего тела, будь то набор, либо сброс. И это важно, от этого отталкиваться. Теперь, какие добавки работают для сброса вашего веса, и какие добавки помогут вам при, скажем, строительстве тела. Дурацкое слово, сушка абсолютно неправильная, абсолютно ненужная, абсолютно заезженная, и которая не нужна никому. Смотрите, какая штука. Что ваше тело требует, я открываю секцию с протеинами. И у нас есть разные протеины, то есть белки. И то, что большая часть людей непонимающих, ну, мы не будем там о всяких бабушках и непонимающих людях говорить, что протеин – это стероиды. Люди, к сожалению, мало чего понимают, и у них ассоциативный ряд, но очень слабый. Значит, если мы возьмем с вами один из таких достаточно качественных вариантов, значит, вот у вас есть, например, сывороточный белок от фирмы MyProtein. Они разные есть, вы можете у себя регионально выбрать, который вам нравится. Я буду говорить о тех, которые я регулярно пью, значит, которые я регулярно использую с пометкой, если мне не хватает белка из пищи. Для большинства из вас это не будет проблемой, если у вас будет скорректировано меню. Когда я говорю, я пью, я использую в своих рецептах, кето-рецептах, я использую время от времени коктейли, которые помогают мне увеличить количество белка, если в этом есть необходимость. Для большинства людей норма по белку, которая в день нужна, это 1 килограмм массы тела на 1 грамм белка. Этого более чем достаточно, чтобы у вас сохранялась мышечная масса. Но, если вы занимаетесь много спортом, если вы тренируетесь, если вы бегаете, прыгаете, делаете скакалку, делаете бадминтон, сквош, фитнес, что угодно, автоматически вы должны прибавить половину. То есть у вас 1,5 грамма белка на килограмм массы тела, что тоже абсолютно реально закрыть из пищи. Если мы с вами возьмем, например, вы в день съедаете 400 грамм любого типа мяса. Это могут быть колбасы, это может быть курица, это может быть говядина, это может быть свинина, баранина, телятина, что угодно. Креветки, все равно. 400 грамм мяса, если вы в день съедаете, что не является проблемой. Разбитые на 2 приема по 200 грамм, это элементарно. Вы получите примерно 80 грамм белка, из него вы усвоите грамм 60-65. Собрать это не проблема. Для большинства людей это уже закроет базовую потребность в белке. Но вы в принципе можете в этом случае саплементировать ваш вот этот 400 граммовый объем мяса, который еще раз даст вам 80 грамм белка, примерно по 20 грамм в 100 граммах какого-то мяса. С поправкой на то, что ваше ЖКТ не усвоит все 100%, усвоится процентов 90, может быть 80. Если у вас был курс антибиотиков или любители выпить, то еще меньше. Значит, из 80 грамм останется у вас реальный грамм 60. В этом случае вы можете саплементировать каждый прием пищи одним скупом белка. Значит, скуп это что такое? Скуп это у нас с вами ложка, которая идет вот в этом вот ведре. Значит, в одной ложке примерно 24 грамма белка. И получается так это все мероприятие выглядит. Смотрите, какая штука. Вы после еды, не на пустой желудок, не там обязательно после тренировки, вы берете после еды то, как я рекомендую вам делать, чтобы было разумней, и у вас не было лишних всплесков инсулина, и вы не жирели еще от приема этого белка. Значит, после основного приема пищи вы берете один скуп, одну ложку. И вот так вы делаете два раза на два приема пищи. То есть вы добавите еще примерно 48 грамм белка, из него усвоится грамм 40, у вас уже усвоилось 60, вы дали еще 40, то есть вы получили 100. В принципе, абсолютно нормально. Это по большей части закрывает все потребности, и даже с лихвой. Я всегда говорю, что если у вас сбалансированное кето-меню, особого вот здесь надобности в этом белке нет. Но большая часть людей, как показывает опыт, не могут составить себе адекватное меню, и они не добирают белка, примерно грамм они получают после усваивания и потерь на ЖКТ 0,8 получается на килограмм массы тела. Поэтому есть смысл сапплементировать. Что лучше, чем сапплементация вот этим сывороточным белком, который усваивается относительно быстро, это сапплементация белком, который называется казеиновый, который вы можете брать перед сном, два скупа, но не просто так на пустой желудок, а перед сном. Но что еще лучше, это использовать казеиновый белок в рецептах. И если мы с вами возьмем, например, значит, кито, значит, сейчас я вам покажу, кукис, кукис, значит, как выглядит рецепт, который вы можете дома у себя приготовить, который я для вас в своем и телеграмме, и неоднократно в инстаграме выкладывал, вот такое вот печенье. Значит, печенье кето готовится из небольшого количества ингредиентов. Смотрите, что вам нужно. Как я его готовлю там дня на 4? Арахисовая паста много, например, полкило. 10-12 яиц цельных, все это в миску. Дальше 6 скупов ложек вот этих больших вашего казейного белка. И эритритол, как подсластитель. Вы не получите лишнего сахара, вы получите много калорий из жира арахисовой пасты и какое-то количество белка, но белок из растительного источника, как арахис, усваивается процентов на 40. Поэтому особо мы на него не располагаем, но что-то он даст. И ваш казеин. Казеин, еще раз, очень тормозит процессы пищеварительные и очень медленно усваивается. Я его предпочитаю сывороточному белку, потому что сывороточный в большинстве случаев не нужен так много аминокислот за так быстро. Большая часть из них пойдет в сало и в жир, если вы их будете пить там 2 скупа на пустой желудок, у вас сплеск инсулина, и вы по сути получили не сдержанный жирами и клетчаткой чистый белок, который очень быстро усваивается. И у которого есть высокий гликемический уровень нагрузки. Он очень быстро даст вам всплеск аминокислот, ваши клетки даже их не примут в таком объеме. История с белково-углеводистым окном, особенно после тренировки, это чушь. Ваше тело в анаболизме находится несколько дней после хорошей тренировки. Вам не нужно сразу-сразу быстрее-быстрее. Это очень изученный вопрос. Лучше потренировались на пустой желудок, пришли домой и съели дома кусочек мяса, салата на десерт печенька с казеиновым белком, с яйцом, с арахисовой пастой, послоченной элитритолом. Даст вам это печенье грамм 30-40 белка, который драматически обогатит ваш общий рацион, и он будет медленно усваиваться и давать вам эти аминокислоты. И это выигрышно, белок и аминокислоты, как для тех, кто худеет, так и для тех, кто сбрасывает. Для тех, кто худеет, они должны иметь минимум 1,5 грамма белка на килограмм осетила, чтобы когда уходит жир, не уходили мышцы. И для того, чтобы у вас при наборе сохранялась пропорция корректная, потому что вы потренировались, я вам дам свой вчерашний пример. Я пришел вчера в зал, начал приседать, после приседания сделал выпады. Суммарно общее количество приседаний и выпадов, 10 сетов получилось, 5 сетов приседаний, 5 сетов выпадов. Все это заняло у меня час, 30 минут приседаний, по, считайте, там, минута на повторение, ну, то есть, минута на подход и, там, 4 минуты отдых, да, 4-5 минут отдых. Очень сильно, очень больно, очень все, выпады, там, опять же, для кого-то это большой вес, для кого-то это маленький вес, не суть важна. Для меня гантели по 25 килограмм в каждую руку и выпады, там, 40 метров в одну сторону, и, там, приседания жопой в пол медленно на 10-12 повторений с весом 120, со штангой, это очень больно. И это объем, объем должен быть большой, и ваше тело после этого нуждается во сне и в регенерации. И это объем, который нужен и при сбросе вашего веса, и при наборе вашего веса. Только единственная разница, еще раз, когда ты сбрасываешь, ты будешь слабеть, и ты стараешься держать свою силу максимально и увеличиваешь, может быть, объем, но чуть-чуть меньше вес, а когда ты набираешь, ты стараешься все время периодизировать вес и увеличивать объем веса или объем выполненной нагрузки с сохранением калорийного профицита, плюс 500. А со сбросом минус 500, грубо говоря. И вам всегда нужен белок. И белок – это хорошая идея, цеплементировать его с вашей пищей. После еды сывороточный белок на воде размешанный чуть-чуть увеличит количество белка и обогатит вашу съеденную пищу. Или просто вот такой вот кето-десерт, который вы можете взять, или просто сывороточный белок смешать вместе с казиновым, и тогда они друг друга, грубо говоря, нейтрализуют, и они будут у вас усваиваться относительно долго. Один скуп сывороточного, один скуп казинового. Запросто перед сном вы можете бахнуть, и вы найдете 50 грамм белка перед сном дополнительно. Хорошая идея. Я полностью поддерживаю идею белка, если вы не получаете из пищи. Еще раз. Я вам много лет говорил, ребята, не заморачивайтесь. Ешьте нормально меню. Два приема пищи дадут вам достаточное количество мяса, и вы видите, я годами не использую спортпит. Крайне редко, когда я в большинстве случаев ем 500-600 грамм мяса, или что-то около мяса, какие-то субпродукты, или какие-то колбасы, или еще какая-то история. Тут даже сыр относится, который обогатит, какие-то яйца относятся, беконы. Вся эта история. То есть собрать белка сколько нужно, не проблема. Но большая часть людей, они просто начинают заморачиваться. Они покупают сывороточный белок, пьют его и ждут от него какой-то магии. Все фигня. Он не будет работать в вас ни для какой, ни каким образом типа магии. Ваша задача прикладывать тренировки. Они должны быть по-настоящему тяжелые, болючие. По-настоящему вы должны идти за грань дискомфорта, и тогда вы получите результат. Абелок это лишь один из инструментов, который реально работает, но как бы не творит чудеса. И вторая добавка, которая действительно работает. Всего две добавки есть, которые действительно работают. Всего две. Которые у нас относятся к первой группе проверенных, оттестированных, доказанных, изученных. Которые дают действительно шикарный результат. Вторая добавка это креатин. Креатин это мега изученная, очень понятная добавка, которая присутствует в рационе как профессионалов, так и любителей. И его огромное количество. Вообще фиолетового, какую вы выберете, какого производителя вы выберете, все равно. Есть креатин более кристаллический, он не так хорошо растворяется. Есть креатин в порошке, который растворяется чуть-чуть лучше, если вы его растворяете в воде. Я считаю, что растворять его в воде бессмысленная чепуха. Вот это вот развозить, вот эту всю помойку, оно вам не нужно. Креатин вы просто берете ложку в рот и запили пару глотков воды. В пудре, креопьюр называется форма, хорошая идея. Он не будет у вас вот это вот скрипеть на зубах, и вообще прекрасно все заходит. Любого производителя. Вы можете взять, вот здесь, смотрите, у нас есть там дориные яйца, моногидратная форма креатина в форме, значит, пудры. Пожалуйста, вот эта история, когда они там рекомендуют соком размешать и пить там до тренировки. Ребята, нет конкретного времени приема креатина. Он безопасен абсолютно для всех и для каждого. Креатин – это соединение химическое, которое содержится в мясе, и оно важно и нужно для вашего организма. 5 грамм креатина на длительное время, в течение года, практически от 3 до 5 раз в неделю, вы можете брать он просто в вашем организме как инструмент. Знаете, как вот настройки у вас нет магии, вам нужен просто цемент. Вот у вас цемент – это ваш белок, а там возьмем какая-нибудь усиливающая металлическая конструкция внутри бетонной стены – это ваш креатин. Вот эта усиливающая металлическая конструкция, она по-любому нужна для ваших мышц. И чем больше вы ее будете использовать и стабильней, но не больше, чем нужно, но в большинстве случаев перебрать им невозможно, вы его просто выписите. Вы просто должны получать его хотя бы 5 грамм 3-4 раза в неделю. Креатин накапливается, чуть-чуть задерживает жидкость, чуть-чуть увеличивает силу, побыстрее восстановление, если без него. И это супер классная добавка, которую я очень рекомендую и мальчикам, и девочкам, и взрослым, и малым, кому угодно. Это то, что содержится в еде, в мясе – креатин. Точно так же, как омега-3, это то, что содержится в жире, в рыбьем жире или в льняном масле. Лучше рыбий жир брать. Поэтому ваши две добавки, изученные вдоль и поперек. Это белок, если он вам нужен, и если он вам нужен, те рекомендации, как я говорил, при сбросе и при наборе все равно сохраняя калорийную пропорцию. И креатин, как при сбросе, так и при наборе. Креатин позволит вам быстрее восстанавливаться после подходов, что позволит вам быстрее, собственно, сделать больше серий, больше потратить калорий во время тренировки. Ваш креатин во время силовых тренировок позволит вам быстрее восстанавливаться, увеличивать объем. То есть тут выигрывают все. Креатин все равно. Просто засыпали в рот, запили глотком воды. Элементарно. Утром, днем, вечером все равно. Вы на ПГ-протоколе, на кето, на палюк, все равно вообще. Он просто должен быть. Белок, я уже объяснял, как его брать. Это две самые главные добавки, которые действительно имеют смысл быть в вашем организме, которые изучены вдоль и поперек, и которые прям очень хороши. Теперь у нас с вами есть группа 2, которые имеют, скажем, такой многообещающий потенциал, но которые не имеют 100% необходимости для вас. Смотрите, это бета-аланин, это сода, которая используется, цитрулин-малат. Это, значит, разные увеличители объема повышителей, повысители кислорода, которые помогают увеличивать ваш памп, и кофеин. Я из этого, из всего, как бы вам скажу. Все эти элементы, они присутствуют в основном в предтренировочных комплексах. Их мешают в той или иной пропорции. Предтренировочный комплекс – это третья самая распространенная группа, которую я вижу, постоянно люди спрашивают. И у нас есть с вами, смотрите, значит, приоркаут комплексы, энергетические разные стимуляторы, значит, стимуляторы, энергетики, прочая там всякая разная чепушня. Значит, они намешаны в разных видах, гели, порошки, бустеры и прочая разная чепуха. Если вы тренируетесь вечером, не берите, потому что вы вшатаете 500 миллиграмм кофеина, и вы не будете спать, и вам нужен сон больше, чем вам нужны какие-то бады, потому что ваши бады, они ничего не дают, если нет сна. Сон – это главный анаболический секрет любого человека, который строит свое тело. Сон – это главный инструмент, который вам нужен, категорически самый главный. При тренировочной комплексе есть нестимулирующие, типа без кофеина, но они туда бета-алланина херачат столько, что ты все равно не будешь спать нормально, твоя центральная нервная система, она поджаривается. Ребята, перед тренировкой, то, что вы реально можете взять и даст вам эффект, это 5000 международных единиц витамина D3, это 5 грамм креатина и 5 грамм глютамина. Вот это то, что вы можете. Глютамин опционален. Если вы едите мясо, можете не брать глютамин. Креатин, опять, в любое время вы можете взять, но перед тренировкой, может быть, вы почувствуете как-то его лучше, но то, что реально работает перед тренировкой – это D3. Кто-то любит перед тренировкой просто вот нахерачиться чего-то, понимаете, и чтобы был эффект того, что я вот выпиваю. Еще раз, креатин все равно, когда вы будете пить, важно, чтобы вы пили его в течение месяцев. Глютамин, как одна из добавок, которая имеет полпроцента воздействия на вашу мышечную регенерацию во время тренировки, есть смысл брать перед тренировкой. Поэтому совместить с креатином, с глютамином и с D3, а D3 тоже ускоряет регенерацию и тоже дает вам силу, и тоже как бустер работает, но не стимулирующий. Есть как бы такая, хотя бы какая-то смысловая нагрузка перед тренировкой их брать. Но если вы будете брать креатин утром, даже на ПГ-протоколе, и D3 с едой после обеда, и тренироваться без ничего, супер, пейте просто воду, все будет прекрасно. Смотрите, задача какая у вас? Получить больше белка, и чтобы был креатин, чтобы был дефицит или профицит, плюс 500 туда или сюда калорий, максимум 750, и время, и интенсивность тренировок. Тренировочные комплексы могут лишить вас сна, что ухудшит ваш прогресс и затормозит вас на месте, потому что вам нужно спать 7,5 часов. Для строительства мышц, для жиросжигания, вам нужно спать 7,5 часов, ты хочешь, не хочешь, тебе нужен этот сон. Жиросжигание проходит во сне, если ты в течение дня создашь калорийный дефицит, который будет не аннулирован пищей за весь день. Большая часть жиросжигания проходит во сне. Это важно. Многие об этом не понимают, не знают и не догадываются. И второй этап, это жиросжигание, которое может быть реализовано во время нагрузки. Это зона 2 кардио. Зона 2 кардио, это когда вы держите пульс 110, 115, 120, длительное время не меньше 60 минут, и на пустой желудок. Не нужны никакие саплименты здесь вам. Изотоники, в которых вы получите кучу сахара, разные напитки, стимулирующие или какие-то энерджи-дринки, все это чепушня. Когда я смотрю на вот эти все, и вижу в зале регулярно, значит, вот таких людей, которые носятся с вот этими вот бутылками, значит, ионовые напитки разные, вот там вот эти вот баночки, бутылочки, люди грибут их и делают напитки, или на баре покупают, или сами себе мешают в раздевалке. Ребята, ну, чистой воды херня, простите меня. И что еще хуже, это когда у тебя вот такие вот напитки, которые ты мешаешь или пьешь, содержат в себе сахар, а половина из них содержит сахар или аналог сахару. Например, глюкозо-фруктозовый сироп. Ты выпиваешь пол-литра на дорожке, ты получаешь 30, блин, грамм сахара, и большая часть твоего воркаута на дорожке посвящена сжиганию сахара, который только что выпил. Ну, дурь. Если вы берете какой-то дринк, то он должен содержать 0 грамм углеводов, 0 грамм сахара, и должен быть подслащен там эритритолом, стевией или какой-нибудь чепухой, а лучше просто пейте воду, не морочите голову. Вот сконцентрируйтесь на поиске воды. У вас должна быть вода магниевая, которая очень хорошо для ваших мышц, магнезия, очень хорошо. Или просто плоская вода с ровным минеральным профилем. Но до тренировки в первую половину дня старайтесь, чтобы у вас была натриевая вода, потому что вы будете на тренировке терять натрий. И история с изотониками, с разными вот этими напитками, которые так часто спрашивают, а вот можно пить для сохранения баланса какого-то там, ребята, вам продают чепуху. Лучше, чем вы соберете отдельно, например, натриевая вода, как источник натрия в первой половине дня, магний перед сном, грамм, чтобы лучше спать, и калий днем, винный камень, потасим цитрат, там чайную ложку с едой, это лучше. Вам никогда не продадут корректный баланс электролитов вот в этой добавке. Вам по-любому напарят херню, простите, пожалуйста. Там будут номинально какие-то там электролиты, но их будет мало, и вы не получите их никогда в жизни в достатке. Креатин отдельно, D3 отдельно, глютамин, если да, отдельно, натрий, калий, магний, все отдельно вы берете. Это опционально, но отдельно. И дальше вот этот вот карнитин, который так часто спрашивают, пожалуйста, не тратьте свое время, он ничего вам не дает. Абсолютно. Бессмысленная добавка, которая изучена вдоль и поперек. Теперь батончики, которые часто спрашивают. Можно батончики? Ребята, готовьте вот эти вот рецепты, которыми я с вами делюсь самостоятельно, потому что вы в каждом батончике получите 20-25 грамм сахара. Да, какой-то белок вы получите, но это, по сути, десерт. И вы получите, смотрите, на нем написано, 16 грамм белка. Вот возьмем такой пример. Смотрите, 16 грамм белка, разные вкусы, протеиновый комплекс, полноценный, без ГМО, все круто, все замечательно. Но если ты открываешь по ПИСО-параметры, на чешском, вот я открываю, смотрите, энергетическая калорийность у нас, 316 калорий, 7 грамм жира, насыщенных нет у нас с вами, да, бла-бла-бла-бла-бла, и вот здесь вот ты идешь, давай, изобразить целые параметры. Смотрите, углеводы, 47 грамм, из них 26 грамм сахар, вы понимаете? Ну, какого черта, о чем вообще мы говорим, ребята? Кто вообще здесь? Вот у вас стандартный пример протеинового печенья. 47 грамм углеводов, 27 грамм сахар. Блин, фитнес так фитнес. Кто здесь? Это, ну, тотальная дичь. Вы приготовите самостоятельно, если вам хочется сладенького, да, или вот тот же фитнес, какой-нибудь десерт, или фитнес, с поправ, с пометкой фитнес, да, вот это вот кето-печенье, которое я вам только что объяснил, как готовить, вы получите реально, да, медленно усваивающиеся белки, ноль углеводов, потому что вы ответственны за каждый грамм, да, ингредиентов, которые вы туда добавили в этот, в этот десерт. Вы получаете пользу. И это осознанный, да, полностью вам и созданный десерт, который круто на несколько дней закрывает вам сладкоежку. Супер! Батончики не берите. Это просто разводил его на ровном месте. У вас получается протеины, да, и вот так по отделам, если мы с вами пройдемся, смотрите. Белковые, есть смысл. Батончики, нет смысла. Анабеллайзеры и разные добавки, нет смысла. Аминокислоты, еще большая пустая трата денег, витамины, минералы. Только порознь и только те, которые вам нужны. Дальше. Значит, смотрим на... Дальше. Отдельно жиры, бред. Креатин, да. Углеводы и гейнеры, это тотальный кошмар, ни в коем случае всегда проходите мимо. Значит, энергетические стимуляторы, повышайте, повышайте, повышайте выносливость. Все фигня. Лучше, чем хлорофилл и омега-3, ничто не насытит вам кислородом кровь и не повысит вашу выносливость и ваши параметры. Все это просто чепуха. Основа для суставов, еще раз, К2 и Д3 и регулярно сыр, чтобы вы получали кальций, больше вам ничего не нужно. Все будет шикарно. Так, чемпионы. Это то, что касается добавок. Вы поняли, две главных добавки, которые, ну вот, креатин, нан-эгоущий был, да, то есть, это супер добавка, которая всем и каждому подходит, очень хорошая штука. Белок, если вы не добираете белка, в этом есть смысл. Остальное, очень все притянуто за уши, очень все опционально, если вам нужно потратить деньги. Самое главное, это быть в калорийном дефиците или профиците для поставленных задач и делать это долго. И здесь никакие добавки вам ничего не дадут, потому что вам хочется, да, вот сегодня что-то купить. Я это понимаю прекрасно. Мне самому хочется что-то сегодня купить, чтобы вот оно стояло и оно символизировало мою страсть, желание и манифестировало мой, значит, да, вот такой вот дисциплинированный подход, но ничего круче, чем изо дня в день следить за едой, активностью, через день или как часто вы тренируетесь. Лучше чаще, 15 тренировок в месяц это минимум для достижения поставленных целей. Я тренируюсь 25 тренировок, потому что это и часть контент продакшена, и часть моего, скажем, посвящения в дисциплину, мои все академические деятельности, моя родительская деятельность, когда выполнены, вечером я иду в зал и стараюсь, чтобы как минимум пять раз в неделю я был в зале, как минимум пять раз в неделю, а то и чаще. Раз в неделю я не хожу, может быть день кардио, может быть день силовой, или я иду на дорожке и там записываю аудиосообщение, разбираю вопросы марафонцев. Суть важна. Важно, что работа, которую ты отдаешь своему телу, она всегда должна быть. И дальше сон и правильная пища. И еще раз, это все вы встраиваете, вы не живете только одним фитнесом. У вас дом, семья, работа, у вас коты, собаки, у вас дети, у вас секции, у вас садики, у вас школы, у вас стресс, у вас жизнь. И вот это вот главный фокус. Здесь не купить добавку, которая тебе поможет стресс жизни, да, как бы снять себя. Ничего не снимает стресс жизни, кроме стоицизма и твоего дисциплинированного подхода. В этом фишка, ребята. Вы можете ни одной добавки не иметь, иметь шикарное тело, здоровое тело, которое будет служить вам достойне только и сэкономить кучу денег при этом. Кусок мяса и салат никто не отменял. Это золотая середина абсолютно. Теперь по поводу профессионалов. Не берите совета от профессионалов, если вы не собираетесь становиться профессионалом. Никто из вас, кто смотрит этот видеоматериал, я надеюсь, ценой своего здоровья не решиться на бицепс 45 сантиметров, хотя, господи, чем я тренируюсь регулярно, на пампе у меня рука 44 сантиметра, нормальная рука. Но для многих положить на пьедестау десятилетие жизни ради того, чтобы сфотографироваться с пропитанной венами рукой со своей размером 50, оно стоит, оно не стоит того, ребята. Такое количество мрущих просто бодибилдеров, фитнес-инфлюенсеров и прочих, у которых жизнь вращается только возле этого, производство фитнес-контента и визуальная картинка, на которую вы ложно ориентируетесь. вы не прокормите свою семью вашей рукой 50 сантиметров, это касается мальчиков, вы не прокормите свою семью, это касается девочек, вот этой задницей, которую они вас всячески тычат в кадр этой жопой и потом обижаются, что им пишут, значит, агрессивно настроенные мужчины, комментарии из области, да, как бы, ну, вы понимаете, какой, да, ну, вот она осознанно одевает провокационное белье, идет в зал, фотографируется со стороны попы и все это выкладывается и потом ей пишут, значит, комментарии соответствующие и она обижается, да, ну, бред, и точно так же, как он обижается, когда вся жизнь вращается вокруг этих блинов и только одна задача, поднять эту штангу, ребята, рожаем детей или работаем на вашей работе или воспитываем ваших там домашних питомцев или вы живете жизнь, вы заботитесь о близких, друзьях, да, фитнес это часть вашей жизни, неотъемлемая часть вашей жизни, но делать ее идентификацией в вашей жизни тоже не совсем стоит, потому что точно так же, как мне нравится Ford Mustang, да, я не покрываю себя фотографией этим, господи, татуировками, значками мустанга, да, и хожу, и кричу только, не сделайте вещь с идентификацией своей и вот фитнес это важная часть, которая является составляющей частью, но она еще раз, не обеспечит вас, не купит вашим детям книжки к новому школьному году, вы должны быть специалистом своей отрасли, если фитнес составляет часть вашей жизни, это прекрасно, тогда вы сможете, да, жить очень долго и все будет прекрасно, но 50 сантиметров бицепс и сделать становую тягу, там, 400 килограмм, оно того не стоит, потому что ты посвятишь большую часть жизни на то, что ты не унесешь в года и бессмысленная чепуха, ребята, часть жизни, но не сама жизнь, и я вас прошу обязательно подписываться, будьте внимательными к своему здоровью, слушайте свое тело, давайте витамины, минералы, я вам на этом пути буду каждый день помогать, прошу вас об одном, подписаться и прокомментировать, Алексей, спасибо за полезный ролик, так как мы каждый день здесь боремся ради вашего здоровья, ребята, ради вашего долголетия, и я, конечно же, всех вас, у нас 4 миллиона человек смотрят в ютубе, полтора в инстаграме, каждый месяц по статистике мы увидим эти цифры, и у всех прошу смотрите дальше видео, которые вам помогут свое здоровье сохранить и приумножить, значит, из роликов, которые я прошу вас смотреть дальше самостоятельно, которые вам будут прекраснейшей, мощнейшей инвестицией, и которые улучшат ваше общее состояние, напишите в ютубе Алексей Ворон, как быстро побороть инсулиновую резистентность, это шикарнейший ролик, который вам спасет, поможет и вылечит, и вообще выведет вас в космос в плане вашего потенциала, уже сейчас мы просмотрим, сколько тысяч человек этот ролик спас и восстановил здоровье, 227 тысяч человек этот ролик спас, ребята, пожалуйста, прошу вас, вот так вот в ютубе написали, Алексей Ворон, как быстро вылечить инсулиновую резистентность, и смотрите этот видеоматериал, это ваше оружие номер один, это ваше библия похудения, это ваше азбука здоровья, это ваша таблица умножения долголетия, это основа и костяк, и фундамент, пожалуйста, смотрите это, для тех, кто идет к нам на АПГ-марафон, где я уже лично консультирую, где у меня всего, ребят, 50 мест свободных, почему я говорю, самостоятельная работа, это для почти 100% людей, дальше формат, которым вы будете полнить свою жизнь в рамках обычной бытовухи, но всего 50 человек, у меня на каждый месяц открывается набор, и сейчас у нас на 13 октября проходит прямо регистрация в Инстаграм, вы первым постом, а в Ютубе у вас, вот здесь бежит мой ролик, и вы раскликиваете под роликом описание, и у вас инструкции, что входит к нам в программу, вот здесь вот перечень, pgmarafon.gmail.com, ребята, инструкции только, туда вы отправляете, пожалуйста, вашу заявку, и в Инстаграм, точно так же вы, значит, находите первый самый пост, на котором написано регистрация, в новый сезон открыто, или старт уже в это воскресенье, для того, чтобы к нам присоединиться, в Инстаграм самый первый пост, так, а я беру ваши вопросы, и буду сейчас бороться, и буду вас консультировать, давайте, поехали, пишите, берем блиц, блиц, значит, 400 грамм мяса, так, смотрите, это абсолютно немного, это адекватная порция, разделенная на два приема пищи, по 200 грамм, вообще не проблема съесть, у меня Даша, которая весит 48 килограмм, съедает прекрасно, еще раз, 400 грамм какого-то продукта животного происхождения, то есть туда вы можете вчитать ваш сыр, туда же вы можете вчитать ваши яйца, туда вы можете вчитать ваше мясо, туда вы можете вчитать там всякие колбасы, всякую разную историю, которая дает вам 20 грамм белка в 100 граммах, и у которых относительно высокая усваиваемость, то есть, к 400 грамм мяса вашего вы не причисляете ваш арахис, например, или вы не причисляете ваши бобовые, которые достаточно много имеют белка, белка, но они усваиваются процентов на 40. Вы причисляете к любому вот этому источнику 400 грамм животного белка то, что усваивается хорошо. Это важно. Может, вы можете съесть 5 яиц в день. Супер. Здравствуйте. Сижу, значит, второй день голода. Значит, иду третий. Могу ли ходить в зал? Конечно. Тренироваться, пить. Значит, не забывайте, можно брать магний, и у вас все прекрасно. Абсолютно вы большущий молодец. Очень хорошо. Значит, недавно встретил информацию. Значит, говядина, курятина, чужеродный для нас продукт. И что лучше другое мясо выбирать. Боже, ну, пожалуйста. Вот вы встречаете все время вот такую вот херню от больных, кривых, косых, недоумков, которые пишут статьи ради того, чтобы на них кликнули. Любое мясо. Змеи, личинки, курицы, коровы, кита, акулы, вообще все равно, до которого у вас региональный есть доступ. Понимаете? Вы живете в Африке, вы едите личинок. Ну, вы видели, да, как вот эти вот племена, которые там этих личинок достают из-под земли, да, вот вся вот эта вот история. Белок. Ребята, 20 аминокислот. Они одинаковые во всем живом. Понимаете? 20 аминокислот, они одинаковые во всем живом. И вы можете получить 20 аминокислот, еще раз, если вы загасите тунца, или если вы съедите сверчка. История чужеродная, не чужеродная, чужеродная слабоумие, да, как бы, которое мы пускаем в свой мозг и начинаем доверять мнению людей, которые мало чего понимают. И пишут статьи ради просто статьи, понимаете? Вот написана статья, чтобы кликбейт был, да, чтобы вы схватились за нее и дальше пытались ее где-то вот, ну, вот слава богу, мы можем здесь с вами обсудить. Еще раз, все равно, что вы будете есть. Даже очень популярные в некоторых странах котлеты из перемолотых сверчков. Ну, такая дичь. Ну, а что делать? Там же аминокислоты. Так, витаю, и я вас вчера витаю. Значит, рекомендуйте Вам не особо нужно много этого йода, селена и цинка. Он как бы накапливается, и в этом есть определенная логика. Через день, потом месяц, а то и два перерыва. Но если один-два раза в неделю вы даете, из исследований, которые вижу я, это лучше, это эффективней. Это, знаете, как капельное орошение. Вы включаете капельное точечное орошение через день по чуть-чуть, по 10 литров водички, да, там на вашу рассаду, чем вы выливаете 50 литров раз в неделю. Так лучше воспринимается клетками и органами, и железами в вашем организме. Значит, 180-80 для мальчика хорошо. Инсулин 11, можно ниже. Тест 8, хорошо, но можно выше. Есть акне, расторопшу беру, нужно полностью убрать угли, не нужно ничего полностью убирать. 11 много? Какое меню, понимаете? 11 инсулин может быть как еще оставшаяся, скажем, проблема из прошлой жизни, где было не очень корректно меню расставлено. Инсулин 11 это много. И проблема не в тестостероне, а проблема в ДГТ, который может у вас конвертироваться из тестостерона и давать вам вот эту вот историю с акне, с грязной, жирной кожей, понимаете? какая штука. Значит, в каком мясе лучше всего брать? Не совсем правильно, еще раз, все равно, какое мясо, какое вам доступно. Но если я вам скажу, вы знаете, эталоном мяса устрицы. Вы что, сегодня пойдете устрицы покупать? Ну хорошо, если вы где-то в доступе имеете эти устрицы, вы пойдете их наедитесь, вам станет от них тошно, хрен бы с ним, сегодня и завтра. Вы же не можете каждый день. Задача ежедневно, изо дня в день, рутинно, иметь 20 аминокислот из того источника животного белка, который вам еще раз регионально доступен. Есть у нас ребята, которые живут в Анкоридже, например, на Аляске, у которых свои продукты доступны. А есть ребята, которые живут, например, в Тель-Авиве, у них свои продукты доступны. А есть ребята, которые у нас живут, например, в Сиднее, у которых свои продукты, вы понимаете, очень разнообразный спектр. И вы целитесь здесь только в два главных источника. То мясо, которое вам регионально доступно, и те овощи или ягоды, которые вам регионально доступны. Все очень просто. У всех они разные. Норма белка в день мы с вами только что обсуждали в начале эфира. Пожалуйста, посмотрите, я рассказывал, какое количество для сброса, набора и поддержания. Золотая середина это 1 грамм белка на килограмм массы. Это если мы стараемся не атрофироваться хотя бы. Если вы сбрасываете или набираете полтора грамма белка на килограмм массы тела, что реально собрать из пищи и не обязательно брать дополнительные сапплементы в виде белка, который вам, опять же, может и не нужен. И такое количество ну у меня нет других комментариев вот раненых в голову просто людей, которые стали жертвами. Именно ранены в голову информацией, которая вводит тебя в заблуждение от сетевых маркетинговых компаний, ребята. Вот я так часто вижу это в интернете. Вот разные там Energy Diet или Герболайф или господи, там Коралловый клуб, еще какая-то чепушня. Вот смотрите, сидит женщина, у которой явно много лишнего веса, у которой явно проблемы со здоровьем. И она вам рассказывает из пены, изо рта доказывает, что вот этот продукт от этой фирмы это чудотворский, супер качественный белок, который вам прям нужен, кровь из носу. Вам не нужен этот белок. Вам просто из пищи будет более чем достаточно. Вы большую часть даже будете в унитаз отправлять, если вы в принципе спортом не занимаетесь. Когда спорт есть, мясо и овощи и орехи и семена и сыры закроют скорее всего всю потребность. Если вы супер интенсивно занимаетесь, в этом есть смысл добавлять, но не разного сетевого маркетинга, вот эти вот фирмы, которые вам пытаются напарить заменители пищи. Лучше вообще пропустить прием пищи, если у вас есть вопросы с этим. И вылечить инстудинговой резистентности и использовать мою методику интервального голодания, которая жизни спасает. Пожалуйста, когда вы смотрите в состав, очень важен состав добавки с белком. И вот я сейчас постараюсь для вас найти Herbal Life Protein Powder. Вот я сейчас попробую для вас значит найти а вот на Herbal Life они должны показывать. Нет, 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 нет. Они очень качественно прячут свои составы Herbal Life ну и другие производители. Вот я сейчас с вами на сайте, вот смотрите, вот тут у тебя написано белок, да, протеиновый напиток, заменитель пищи и выгоды сложений. Смотрите, вы посмотрите, даже нажимаешь на кнопку состав и он тебе все равно не дает. И потом только вот и вот здесь ты тоже ничего не понимаешь. вот здесь непосредственно в скажем хронологическом появлении ты видишь состав изолят соевого белка молочный сывороточный белковый концентрат 24% а изолят сывороточного значит соевого белка вот он изолят соевого белка 75% вы понимаете вообще хоть что вы пьете большая часть людей которые вот сидят вот эти вот сейчас господи боже мой аж правда понимаете аж захотелось чихнуть значит большая часть женщин и мужчин которые продают вам вот эти вот истории с заменителем пищи для похудения или там еще для каких-то целей от таких сетевых компаний они никогда в жизни сами в состав не смотрели они только смотрят брошюрку и вот там дальше изолят соевого белка соевый белок это вот знаете как есть у Данте там все круги ада вот есть самый нижний круг ада вот соевый белок это самое дно по белку соевый белок он во-первых поднимает уровень эстрадиола до безумия во-вторых делает вам тело рыхлым в-третьих для мужчин боже такой пример из последних сезонов девушка подарила парню он веган пошел спортом заниматься банку сывороточного белка соевого за две недели эректильная дисфункция не работает понимаете болтается на полшестого соевый белок повышает эстрадиол и уменьшает пропорцию с тестостероном для мужчин вообще категорически нельзя это то что они сюда ставят потому что он очень дешевый и люди которые не понимают они гребут это говно вы простите у меня просто ну слов других нет покупают его семитонными пакетами и дальше получается у тебя вот это вот и у них же модель бизнеса слож вы посмотрите 1200 крон за 1200 крон я могу купить полтора килограмма первоклассного сывороточного настоящего белка от блин май протеина понимаете это дешевый нормальный белок нормальный абсолютно за эти деньги вы понимаете это ж дно и у тебя банка здесь сколько 600 грамм а я могу полтора килограмма этого сывороточного белка купить и дальше идут смотрите отзывы от вот этих раненых таких же значит и дальше аккомпанементы продукты аккомпанементы которые идут к этому которые тебе нужно тоже закупить чтобы максимальный эффект получался а все что тебе на самом деле нужно и вообще ну на этом же денег нет вот как всегда боль дисциплины или боль сожаления вот что вам нужно ребята дисциплина чтобы пойти в зал чтобы пройти мимо булочки чтобы сопротивляться лени это главный ингредиент здоровья твоего и строительства тела а не порошок даже сегодня наша тема которую я для вас раскрываю она понимаете очень важная крутая и многим будет полезна но люди забывают об одном что мы пытаемся с вами да с пеной изо рта подобрать красочку которой мы покрасим каюты в нашей лодке на пути в пересечении Атлантики но мы забываем о самом главном кто блин будет грести кто будет ставить паруса кто будет да как бы работать на лодке и мы тут с вами 35 раз поссорились по поводу того в какой цвет выкрасить вот эту каюту и какой набор небьющейся посуды нам купить да на нашу лодочку когда то что мы должны реально обсуждать это выдержишь ли ты грести веслами сутки напролет выдержишь ли ты качку выдержишь ли ты штормы выдержишь ли ты штиля когда уши стынут и хочется вскрыть вены выдержишь ли ты да значит изоляцию физическое истощение и вот вот эти вещи когда мы говорим о здоровье выдержишь ли ты месяцами и годами дисциплинированно подходить к вопросу спорта к которому тело твое будет адаптироваться к калорийному дефициту или калорийному профициту проходить годами мимо соблазнов в виде ватрушек, блинчиков, плюшек и прочей разной херни. Сможешь ты это выдержать? Не порошок здесь самый главный, а вот это дисциплинированное, религиозное контролирование своего внутреннего червя лени и нежелания хрена что-то делать, ребята. Большая часть людей хватает на месяц, два, три и дальше они бросают. И в этом разница. Нет порошка, который это все решает. Есть только одна история. Дисциплина, лучшая из человеческих качеств, ребята. Значит, как в помощь Супалмета с понижением ДГТ можно добавить корень солодки? Никак, он вам ничего не даст. Только чистить печень, понижать при помощи Супалмета. К вопросу про инсулин. Два раза в день, значит, в час, в восемь. Так, немного чечевицы, убирайте, бурый рис убирайте, перловка убирайте, булгур убирайте, кусок мяса салат после шести, в вашем случае. Кусок мяса и кардиозона 2 всегда на пустой желудок. Так, нужен комментарий по поводу исследования, которое показало, что 50% углеводов имеют наибольшую продолжительность жизни. Что? Дайте, значит, показало, что 50% углеводов имеют наибольшую продолжительность жизни. Вы же просто кетофанат, и я сижу на низкой углеводке. Зачем в крайности? А кто говорит крайности? Я просто говорю, съешьте кусок мяса и салат. Не нужно убирать углеводы. Они вам нужны. Углеводы это источник клетчатки, витаминов. Это источник жизни сома вашего кишечника. У меня углеводов до черта в рационе. То, что я вас прошу, это, грубо говоря, да, вот ваша метафора такая. Я вас прошу, пейте 2 литра воды в день. Все старайтесь пить в районе 2 литра воды в день. Крайность это, если я буду просить вас вообще не пить или пить 10 литров воды. И то, и то плохо. И для того, чтобы быть здоровым человеком, вам нужно просто иметь 2 литра воды. Просто воды. Не сладкой, не какой-то воды с цветом. Просто воды. Вот мои просьбы к вам относительно составления вашего графика питания. Никаких крайностей здесь нет. элементарнейшие простые правила пользования вашим телом. Съешьте кусочек мяса и салат. Все! Вам не нужно 300 грамм углеводов в день. Они вам ничего не дадут, кроме космического инсулина, нагрузки на поджелудочное ожирение. Вам не нужно 0 грамм углеводов в день. Вам нужны углеводы. Они нужны. Они поэтому у нас и есть. Белки, жиры и углеводы. И каждый из них должен приходить в достатке. Понимаете, какая штука? У вас 2 руки, 2 ноги, 1 голова. Вам не нужно 4 руки и 5 ног. Потому что это же хорошо, чем больше, лучше. Нет. Достаточно хорошо. И в этом плане с углеводами, с жирами и с белками тоже достаточно. Это хорошо. Значит, так, поехали. Синева под глазами и синяки под глазами говорят о том, что у вас, скорее всего, еще нет всех органов, особенно печени очищенной. У вас, скорее всего, вопросы с давлением. Скорее всего, у вас кровь с гемоглобином 160. Ну, примерно. И очистка глаз и синяков под глазами. Вот эти все и мешки под глазами, у меня есть ролик отдельный. Посмотрите в YouTube. Алексей Ворон. Круги и синяки под глазами. Я там рассказываю, как с этим вопросом, как можно бороться быстрее. Значит, можно, нужно худеть мужчине, начиная с 1500 до 500. Можно вообще не есть. Разные фитнес-инфлюенсеры молодцы. Все стараются ради одной цели. Здоровье. Это важно. Я прошу вас, наблюдая 10 лет за нашими пациентами и клиентами, учениками, не нужно не доедать. То есть, пища по-прежнему это источник белков, это источник витаминов и минералов. Пища это источник белков, витаминов и минералов. Аминокислоты, да, из белка, которые вам нужны. Ваш жир это источник энергии, который ваше тело может конвертировать. И вам по-прежнему нужно получать грамма, лучше полтора грамма белка в день из еды. Вам по-прежнему нужно получать все витамины, которых в жире нет. В жире нет витаминов, в жире нет минералов, в жире этого всего нет. И быть не может. Ваш жир это чистый источник энергии, который ваше тело может конвертировать при необходимости в гликоген, например, или использовать чистые кетоны, в энергию непосредственно во время выполнения низкоинтенсивной физической активности. Это очень важные правила. Не забывайте, что если вы будете есть мало, вы будете истощены. А истощение никогда хорошего ничего не дает. У вас будет мало сил, плохой сон, у вас будет плохая форма тела. Вы будете суммарно очень сильно измучены. И вы сорветесь в следующий раз, когда вы будете проходить мимо витрины, на которой вы смотрите, и в которой невменяемое количество сладостей и вкусностей вас просто изнутри разломает пополам. Вам нужен сбалансированный график еды и правильный подход. С одной стороны, компульсивные желания отожрать кексов должны быть контролируемы. С другой стороны, с умом калорийный дефицит должен быть выстроен. 500-600 калорий достаточно. Поймите, это не спринтерская гонка. Задача, чтобы в течение года вы могли выстроить тело здоровое и красивое, и сексуальное, и привлекательное, но здоровое на годы вперед. В этом главная задача. Незадача за три недели вам похудеть на диуретиках, отключить почки и умереть. Понимаете, какая штука. И незадача есть супермало, чтобы вы увидели быстрый прогресс сброса веса, но влетели в атрофию и в катаболизм и остались как черти что. Понимаете, оно вам не нужно. Ребята, разделяй и властвуй. Управляй дисциплиной и не меряй качество своей работы цифрой на весах, а придерживаясь правил пользования, давая организму возможность, как дерево, вы посадили, удобрили, защитили от каких-то паразитов и даете ему возможность цвести. Ваше тело, но нуждая, у него немножко другой таймфрейм. То есть в голове у нас с вами восприятие пространственно-временного континуума, это как день-день, день это день. Неделя это месяц, это ого-го, а для вашего тела месяц это как для вас день. Понимаете, какая штука. Поэтому с вашей стороны важно, чтобы вы там не ютились на наковальне, понимаете, и не меняли лошадей, как там говорится, на переправе. И фишка в том, что нужно сохранять дисциплинированный среднестатистический знаменатель инвестиций, и тогда у вас все получится. А мы с вами просто очень не любим вот эту боль дисциплины. Я вас очень прошу подписываться и быть со мной каждый день, потому что здесь мы как раз и кайфуем. То, что с дисциплиной оплатили, и рост развития, и прогресс идет. Договорились, чемпионы? Всем крепкого здоровья, всем мощнейшей, крутейшей и прогрессивнейшей сегодняшней работы, ребята. Сделайте шаги, потренируйтесь, пройдите мимо соблазна, прочитайте что-то, сделайте себя умнее, не смотрите мусорный контент. Делайте все, что вы можете для того, чтобы расти, развиваться и становиться лучшим специалистом или лучшим членом семьи, лучшим братом, сестрой, мужем, дочерью или лучшим менеджером вашей компании. Растите, развивайтесь, и тогда вы через месяц себя не узнаете, ребята. Потратьте как можно меньше сегодня времени на помойный контент. А то высасывает из вашей жизни все соки, и вы просто потребляете, скроллите, и дофаминовый вот этот наркоманский формат. Лучше потренироваться. Чемпионы, всех...